Добрый день, дорогие мои постоянные зрители, подписчики, гости канала. Я вас приветствую на канале Рецепт Вкусной Жизни. Меня зовут Настя Лосева. Сегодня у нас большая задача замульчировать теплицу. Ну и приглашаю вас в сегодняшний наш день легкий дачный влог о нашей загородной жизни, как проходят наши дни. Мой садовник что делает? Познакомьтесь, пожалуйста, это садовник. Кому нужен садовник, обращайтесь. Садовник качественный, машина у него хорошая, иностранная, делает качественную мульчу. И газончик тоже такой ровненький потом. Но это еще у нас не газон. Мы будем его еще, конечно, дорабатывать. Купили семена, будем засеивать еще, убирать сорную траву. Пока так. Завтра у нас ожидаются гости, поэтому мы сегодня наводим красоту. Я немножко прополола здесь палисадник. Сегодня жарю молоки. Про молоки сейчас расскажу. Садовник уйдет у нас отсюда, не будет нам мешать. Стопочка мульчи растет. Это мульча для теплицы. Вы мне писали, что у меня там много сорняков, и все выглядит неопрятно. Я вам сегодня расскажу, как правильно замульчировать теплицу, чтобы в ней не было сорняков, и в то же время все у вас осталось полезное в грядке по природному земледелию. Здесь ромашки оставляем. Потом вскосим. Уже опрятный вид, более-менее. Хочу прорекламировать вам лососевые молоки. Молоки красных рыб. Это чистый белок, без костей, стоит относительно недорого. И вот так вот мы их жарим. Я просто столкнулась, что жители центральной части России нашей не знают, что такое молоки, как их можно есть. Да, может быть, способ приготовления не очень, так скажем, полезное питание, но мы их часто не едим. В продаже встретить хорошие, качественные молоки достаточно сложно. Видите, когда они такие крупные. Бывает, что мелочь такая всякая. Ну, как отходы их продают. В муке просто обваливаю. Я присолила вот такой вот розмариновой солью. Соль крупная, розмарин. Вот здесь уже заканчиваются у меня мои молоки. Единственное, что их жарить, когда они очень брызгаются. Вот. Видите, что происходит? Поэтому я жарю их вот здесь на улице. Вот так устроила себе кухоньку. Ну, вот с такой корочкой аппетитные молоки получаются. Очень вкусно. Вольный белок, рыбий жир. И если встретите в продаже, я очень вам рекомендую. Так, наша площадка, на которой мы планируем строить кухню. Но пока кухни у нас нет. У нас родилось временное решение. Так, наш садовник уже не садовник теперь. А кто ты? Турист. Турист. Русо-турист. Короче, завтра к нам гости собираются приехать. Длинные выходные. Поэтому мы решили, чтобы безопасить себя от комаров. Так как комаров у нас много. Даже сейчас только солнышко скрывается, сразу начинают вылетать. Мы поставим вот эту летнюю палатку. Она закиснута. С сеткой. Да, используем мы ее давно уже. Сколько ей лет? Много. Лет 15 точно, наверное, есть. Это уже запасная. Вот здесь ее развернем и будем наслаждаться отдыхом. Рядом поставим мангал. Да. Капец она. Все закисло. Сейчас мы из замки не сможем открыть. Почувствуем. Капец будет. Да, сейчас откроем потихонечку. Можешь свечку принести свечкой и потереть. Иди посмотри. Что там можно потереть? Что там можно потереть? Ну, эти кухни мы активно очень используем на море. Поэтому отмазкой воды происходит вот такое. Ну, давай попробуем промыть простой водой обычной. Но мы справимся. Мы сильные, мы победим. Все ради дорогих гостей. Вот такой красивый вид. Такая клумба красивенькая у нас. с фонариками. И со стрекозами. Все светится будет в ночи. Ну, палатка от комариков. Не унесут ее за ночь у нас? Здесь нет. Добрые люди. Ну, и сигнализацию поставим. Это, кстати, были резинки когда-то. Ну, не меньше 15 лет точно кухня. И мы с ней в шторм попадали. Поэтому вот закислились. А когда шторм, то вода и дождь соленые. Ну, на берегу сидишь и все просаливается. Поэтому закисливаются замки. Удобно, что сеточка и комары туда не залетят. И проветривается. Крепить будем сюда. Габионом прям. И вот такая красота будет. А здесь мангал поставим. Туда всю мебель занесем. Ну, мы готовы к длинным выходным и встрече гостей. Птички тоже радуются. Это сороки. Это не птички. Вот такая красота у нас. В принципе, как временный вариант, даже очень хорошо. Даже очень прекрасно. Завтра покажу, как мы будем шашлыки здесь жарить. Поставим мебель красиво нашу садовую. И будет классно. Я обещала показать, как у меня тут зимуют арбузы. Смотрите, цветут. Но пока только все мужские цветы. Но вот здесь я увидела. Смотрите. Видите? С завязью. Его надо будет опылять. Я уже готова, готова, готова. Скорее бы он расцвел. Буду опылять. У меня здесь два одинаковых арбузика. Поэтому у кого-то все равно будет мужской цветок. Им я и буду опылять. Вот у этого пока женские не появились. Я отпускаю пока все пасынки. Посмотрю, какие быстрее выбросят мне арбузные цветочки. Завяжется два арбуза. Не знаю. Может три. Советуйте, кто как выращивает. Вот в теплице, если три арбуза вытянет или нет растения. Не знаю. Два знаю, что точно вытянет. Посмотрим. Так, а я сегодня занимаюсь еще плотным мульчированием. Пролила всю землю. Прежде чем мульчировать. Вот видите, когда капельный полив вы делаете, то капельница поливает все равно в то место. Она не делает полностью грунт влажным. Все равно мы втыкаем ее возле растения поближе. А когда перед мульчированием я проливаю тщательно весь грунт. Видите, он влажный. И потом только мульчирую. Мульчирую свежескошенной травой. Делаю как бы кучки между растениями. К стволику не касается у меня мульча. И потом она слежится и будет таким ковром. И через нее уже не будет прорастать никакой сорняк. И тем не менее, вот эта мульча из-за того, что там влажно, она будет преть и кормить почву. И кормить помидорчики долгое время хватит им питания. Опять спеют помидоры. Смотрите, вот тут огурцы висят. Уже надо прям их вон собирать. Уже массовый сбор пошел огурцов будет. Ну вот так вот. Ой, в теплице жара. Поэтому я даже не показываюсь, потому что все красные. Ну что, дорогие мои, все. Я заложила. Так, вот сейчас помидорки падают, потому что я пока не замульчирую. Я их не подвязываю. Потому что потом неудобно. Вот смотрите, с этой стороны. Сейчас я присяду. Вот. Вот так. И сейчас уже, когда я все замульчировала, лежит сначала капельный полив, потом мульча, я буду все подвязывать завтра потихонечку. Некоторые подвязала, которые уже совсем падали. И также перцы. Вон там замульчированы. Ну что, собираем огурцы. Красота. Страта-та-та, красота. Следующие сейчас будут. Завтра уже вырастут. Так, здесь. И здесь. Тоже сейчас соберем огурчик. Вот и наши петунии, которые мы с вами вместе сажали в ящик. Ну и, конечно, вечером, каждый день я прохожусь и убираю отсветшие бутончики. Даже раньше, когда вот они уже начинают портиться, их нужно убирать. Это залог длинного, обильного цветения петунии. Делайте так каждый вечер. И на следующее утро у вас будет обильное цветение. Ну что, всем хороших выходных, длинных и продуктивной работы желаю. Буду скидывать. Вы тоже скидывайте, что вы там делаете, свои результаты. Наверняка все поедете на дачу. Завтра у нас гости. Шашлык. Обязательно выйду на связь. И покажу вам самого лучшего жарящика шашлыка. Познакомлю вас.